Впервые в этом году 11-классники будут писать обязательное итоговое сочинение. Для детей с ограничением по здоровью его могут заменить изложением. Пробное сочинение в школах Азбеста провели 20 ноября. С этого учебного года итоговое сочинение станет обязательным испытанием для российских школьников. Официально учащиеся 11-х классов будут сдавать этот экзамен 3 декабря. Тем не менее, у старшеклассников появилась возможность проверить свои силы на пробном итоговом сочинении еще на прошлой неделе. Сегодня во всех школах Азбестовского городского округа проходит пробное сочинение. Апробация сочинения, которая будет 3 декабря, это промежуточная аттестация для всех школ. Это допуск к итоговой аттестации, которая состоится весной. Если 3 декабря дети не справятся, им будет дана возможность еще раз попробовать себя в феврале. Но если они в феврале не смогут показать результаты, тогда их не допустят до итоговой аттестации. Ученики 24-й школы особого волнения не проявляют. По инициативе руководства учебного учреждения уже в начале месяца у них проходила репетиция итогового сочинения. Сейчас старшеклассники признают, такие экзамены только на пользу. Благодаря этому сочинению расширяется кругозор. Если честно, то наше сочинение потолкнуло читать очень много текстов, причем в зажатые сроки. То есть читать те произведения, которые мы не читали, в принципе, не успевали. И, во-первых, выполнился запас, в принципе, литературный. Во-вторых, на сочинении по-русскому это тоже сказывается. Мы начинаем более широко высказывать мысли. У нас более распространенная речь получается. Сами учителя считают, что ребята справятся. Сочинение они писали и раньше, в данном случае меняется лишь процедура. На написание итогового сочинения ученикам дается 235 минут. С собой они должны иметь паспорт и гелевую ручку черного цвета. Также можно взять небольшой перекус и необходимые лекарства. Несмотря на то, что эта процедура максимально приближена к уровню итоговой тестации, учителя отмечают достаточно гибкие критерии оценки. Оцениваются работы по принципу «зачет-не зачет». Для тех, кто не сможет в этом году пройти испытание с первого раза, предусмотрена возможность пересдачи. Мы надеемся, что таких детей по городу не будет, потому что критерии очень гибкие. Самый жесткий критерий – это не меньше пяти ошибок должно быть на сто слов орфографических. Но для этого дети подстрахованы, им даются орфографические словари. Темы для итогового сочинения поступили в школы за минуты до экзамена. Одна из предложенных тем была посвящена творчеству Лермонтова, остальные звучали следующим образом – какой герой вам ближе, созерцающий жизнь или преобразующий ее, и, возможно, ли полное взаимопонимание между людьми. Специалисты управления образованием охарактеризовали темы как нестандартные. Есть риск, что кто-то из ребят не справится с заданием. Но оценки за пробное сочинение не повлияют на получение аттестата. Это лишь пробы пера перед итоговым сочинением 3 декабря. Тогда, в случае успешного прохождения испытания, они автоматически получат допуск к итоговой аттестации. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.